Слава Господу за то, что Господь дал нам сегодня еще свободное время, чтобы, как брат Лука сказал, что мы могли исследовать Писание. Конечно, мы его исследуем настолько, насколько мы способны это делать, но все-таки, на какую глубину мы это сможем сделать, это другой вопрос. Но мы будем не просто читать, а настолько, насколько возможно, будем его исследовать, то есть сравнивать, анализировать и, может быть, напоминать своему сердцу какие-то Божьи истины, которые вообще-то мы не то что не знаем, потому что те люди, которые ходят в собрания, они знают. Но некоторые вещи просто-напросто ускользают из поля нашего зрения, и мы о них забываем. И поэтому я напомню, в силу того, что я даже по вопросам, которые поступают, вижу, что я на них уже отвечал, и тем не менее они поступают. Что это значит? Значит, что не все люди регулярно бывают на разборах. И потому тот, кто был, слышал, а кто не был, ему просто надо повторять. Поэтому мы в прошлый раз рассуждали, и я бегло, насколько возможно, пройду по прошлому материалу. Мы читали и исчезли четвертую главу первого послания Иоанна, и очень много останавливались на вопросах тех, чтобы выяснить, как нам не попасть в заблуждение. И Библия на этот вопрос обращает особое внимание. И вот самый первый стих, четвертый глава Возлюбленный, не в всякому духу верьте. Но испытывайте духу, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. И помните, почему мы об этом говорили. Потому что дьявол никогда не придет вам и не объявит, что давайте будем, так сказать, знакомиться, я дьявол. Он никогда так не делает. Он принимает вид ангела света, берет частичное учение, И потом где-то, в определенном моменте, иногда на очень тонком уровне, уводит в сторону. Поэтому, если даже, мы вначале обнаружили, что все вроде бы идет по слову, то мы все равно должны быть очень внимательны. Почему? Поэтому Иоанн и сказал, не в всякому духу верьте, но испытывайте духу, от Бога ли они. Потому что, если поверил, значит, принял. Если принял, попал под его влияние. А раз попал под его влияние, то в Пасиме очень трудно бывает разобраться, куда, что и к чему ведет. Поэтому, мы не удивляемся, если проповедников берут на рассмотрение. Не удивляйтесь, если пророков берут под тщательный анализ, потому что так написано. И помните, я вам говорил, что очень важно, чтобы у нас было помазание Духа Святого. И чтобы он не был огорчен в нас. И тогда даже, дьявол иногда цитирует Писание. То даже в том случае, если он цитирует Писание, и ни к чему подраться нельзя, то если в вашем сердце Дух, который свободен, он сразу даст вам понять, что здесь что-то неладно. Библия напоминает о том, что дьявол часто пользуется Писанием. Но упасец будет предлагать что-то свое, что будет идти в разрез Писанием. А может, да, чудеса и знамения не сбудутся. Мы обычно как говорим? Если было сказано и сбылось, значит, что? От Бога. Ну да, и Библия где-то говорит так, что если человек скажет Слово, и оно сбудется, значит, это от Бога. Но мы еще находим что-то дальше. Если представим перед вами пророк или сновидец, и представит вам знамение или чудо, И оно сбудется, но скажет вам, пойдем, будем поклоняться другим богам, то что побить его камнями. Это ложный пророк. Так что мы никогда на знамениях не строим учение. Мы всегда его строим на сывании Слова Божия. И на пророчестве не строим учение, хотя принимаем пророчество. И часто через пророчество Господь может открывать что-то, но мы обязательно проверяем, так ли это написано и где это написано. И если бывают такие пророчества, когда сказано, это только для тебя, все остальные для этого не дорожли, и у тебя большая мудрость больше, чем у кого-то, значит, процентов 90 поставьте под сомнение. Или говорят о том, что этого не написано. Но это та мудрость, которая сверх Библии. Вы знаете, что ставьте ее в сторону. Но в всяком случае не базируйтесь на нем. Основание учения – это вот то, что здесь написано. Вы, я надеюсь, вы меня хорошо понимаете, о чем вы веду речь. Почему я об этом говорю? Потому что я наблюдаю очень много заблуждений. И не только я думаю, и вы это знаете и видите. И ни одно заблуждение не строится, ни на Писании. Берется Библия, цитируется что-то, а дальше несовместимое смешать. И так идет отклонение. И мы-то должны хорошо понимать. Вот почему Иоанн, когда много писал, то он писал, что не в всякому духу верьте, но испытываете духом, от Бога ли они. Конечно, как мы можем испытывать духом, которые где-то носятся в воду вокруг нас. Мы их не можем испытать. Но когда они через людей действуют, это уже конкретность. Мы тогда ставим вопрос, от Бога или не от Бога. И это нормально. И это нормально. Потому что Библия говорит, что не в всяком духу верьте, но испытываете духом, от Бога ли они. И помните, я вам говорил, что, ва сути, мы, это духи, которые живут во плоти. Потому что наша сущность, моя и ваша, это дух ваш, который живет во плоти. И практически все учения и все отклонения от истины, они идут через людей. Они идут через людей. То есть определенный дух использует наш дух, чтобы принести свое учение. Я об этом уже говорил не один раз, что за каждым учением стоит дух определенный. За евангельским учением стоит дух святой. За всеми остальными духами свои духи. Вы помните, когда раньше в хащетах писали у нас, воспитывать наше поколение в духе атеизма. То есть дух атеизма. В полном смысле слова. Может быть, эти авторы, когда писали эти статьи, они не понимали так дух, как мы понимаем дух. Но это неважно, как они понимали. Важно, что писали и писали правильно. Если даже смотреть в корень проблемы. Духи. Вот почему апостол Павел писал, что учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами. И он не зря сделал такое предупреждение. У нас есть учение, евангельское учение, которое проверено веками, в котором сегодня убедились многие наши братья и сестры, которые шли перед нами, и мы убедились, насколько сильно Евангелие. Что получается тогда, когда мы начинаем исследовать различные учения? Я не просто вам сказал, всяким учением стоит дух. Вот все проявления отрицательные, которые мы наблюдаем в мире, они построены в духовном мире. Не будет для вас новым. Если я вам напомню, раньше тоже очень часто писали дух расовый неприязненный. Вы помните? Это в самом деле дух. Над каждой расой, расой, белые, черные, желтые есть у нас, да, и красные. Вот над каждой расой со стороны дьявола стоит определенный дух, который ее контролирует. И вот мы когда говорим дух расовый неприязненный, то мы хорошо понимаем, что он живет о духовном мире. Или говорим национальный дух, национальная гордость, да, за каждой нацией закреплен свой дух. И именно дух нацизма в свое время сделал неудачи такими, какими мы их знаем по последней войне. Это национальный дух сделал. Почему их называют нацистами? Потому что наша нация лучше, наша нация выше, все остальные это второго сорта. И вы знаете, что из чего нету наблюдается. Когда одна национальность унижает другую. Когда идет война между нациями. Если не открытая, то все-таки идет война. Если не с оружием в руках, то на духовном уровне, вот идеологическое. За каждым государством закреплен дух определенный. Поэтому, когда нам что-то предлагают, и я выхожу за рамки одного слова, которое я сказал сегодня, не в всяком духове, в отношении учения, ну и смотрите вообще, какой дух имеет на вас влияние. Если вы унижаете другую нацию, вы подпали под обольщение. Не знаю, какую меру, не знаю, насколько глубоко. Это можете знать только вы сами. Но если вы с презрением смотрите на кого-то, вы пленник. Может быть, не две руки в кандалах, может быть, одна только. Может быть, за один палец у вас дьявол взял, но взял. Не в всякому духу верьте. И потому самое безопасное будет, когда будем углубляться в Евангелие. Мы хорошо знаем, что Евангелие написал Господь. За этим учением стоит Дух Святой. Даже самое безобидное на первый взгляд, что кажется для нас, ну, не оказывающим сильного влияния на наше духовное состояние. Даже если мы впечатлительны, то после просмотра новостей по телевидению вы против кого-то бываете настроены. Вы поняли, что я говорю? Хотя это самое безобидное из всех программ, которые могут быть. Но любая программа, она построена так, чтобы навязать вам то мнение, которое хочет навязать автор этой программы, потому что за ним кто-то стоит. И я не один раз говорил, и еще раз скажу, даже самая безобидная программа времени. Но после склонитесь на колени и встаньте молиться, и я не думаю, что у вас в глазах будут летать ангелы. И если только вы настолько свободны, что можете не допускать до сердца ничего. Есть такая способность у людей. Он проглядел, проанализировал и забыл. Но не у всех такая способность. И вы сами по себе знаете, как долго вас преследует то, что вы однажды посмотрели и что вы однажды увидели. Поэтому очень важно видеть вы будете. Мы живем в мире. И Господь сказал о нас, что я говорю, не молю, чтобы ты взял из мира. Потому что это невозможно. Сколько Бог нам определил жить на земле, мы столько будем жить ради мира. Но чтобы сохранил от зла. Вот от чего. Поэтому все, что вокруг нас кипит сегодня, что вокруг нас сегодня делается, мы должны хранить свое сердце этого. И быть нейтральными, чтобы против кого-то возмущаться, чтобы против кого-то какое-то зло иметь. Потому что мы до глубины никогда не можем знать, что происходило и что происходит сегодня. Мы видим только вершки того, что делается. А всю глубину, всю кухню, где возникло то или другое событие, мы совершенно не знаем. Хотя, несмотря на то, сколько мы знаем о каком-то событии, мы можем делать анализ сказать, правильно это или неправильно, хорошо или нехорошо. Поэтому, когда Ян писал об этом, он очень много удивил внимания, что не в всякому духу верьте. Я вот этот пример проводил не один раз уже. Когда, я еще тогда был в Москве, помните, вот это перемена денег, которое было. и вот братья сидят, сидят, идет, наверное, за полгода, я только, кажется, лег спать, помолившись, слышу голос, будет перемена денег. А я, когда проснулся, я пошел сразу сказал у себя там, что не держите много, потому что будет перемена денег. А по телевидению убеждать ничего не будет. Тогда еще вообще-то и не говорили даже, что будет эта перемена денег. И каждый в нем убеждает, что ничего не будет. Как раз помню, как раз накануне вечером прибегает ко мне один брат, и как-то мы стали с ним говорить, сегодня выступал там кто-то министр финансов и клятвенно уверял, что будьте спокойны, перемены денег не будет. А наутро ажитаж, перемена денег. Не всякому духу верьте. все дело в том, что мы сегодня нам трудно разобраться, что происходит в мире. Это только знает тот. Бог, конечно, знает это однозначно. Он знает, что происходит. И знает на той кухне, когда все это строят. Мы же сегодня знаем постольку поскольку. Поэтому должны быть всегда на страже, чтобы не попасть под влияние определенного духа, который не нанес бы нам вреда. Чтобы кто-то нас не восстановил против кого-то. Чтобы мы не имели в сердце против кого-то что-либо. Потому что мы вообще не знаем что происходит в мире. Я сказал вообще не знаем с той точки зрения. Мы знаем что-то. Но есть информация какая-то. Но мы не знаем почему откуда что пошло. И кто что говорит и кто что утверждает. Поэтому давайте будем хранить свои сердца чистыми. В отношении евангельского учения возвращаясь сюда. Есть особое направление нашей мысли. Что не всякому духу верьте. Потому что то что я прочитал оно более относится к евангелию. Но я вообще-то взял распространил на всю жизнь нашу. Потому что евангелие говорит о нашей жизни. Хотя здесь это послание оно в большей мере обращается к нам верующим церквам. Чтобы не приняли ложного учения. Потому что вот эти ложные учения они чем опасны? Что они не отвергают что Бог есть. И они призывают к служению Богу. И призывают к святости. И притом к тем параметрам которые в Библии написаны. Но путь избирается не тот что надо. Учителя не те что надо. Не евангельские учения. Вот в чем дело. И потому человеку очень трудно остановить если он сбился на этот путь. Он же Богу служит. Вы помните предображение Евангелия? Что будут убивать вас, продавать нам учения и будут думать что они этим служат Богу. Вот в чем опасность вот это учение уклонения евангельским учения или учение заблуждения уже если допустим учение которое отвергает вообще Бога вот с одной стороны это вообще крайность а с другой стороны здесь более ясности а вот сегодня в динаминациях христианских даже их возьмите сколько еще трудно пересчитать по пальцам потому что где-то кто-то не сбодрствовал и увел с каких-то рельсов определенных вот почему когда мы говорим о том чтобы углубляться в писание то мы как правило повторяем давайте возвращаемся к евангелию да как возвращаемся так мы что евангелие держим а да нет вот к тому первому евангелию которое Павел Петр Фома Матфей и другие апостолы проповедовали и давайте будем понимать так как здесь написано а не так как мы сегодня написали для себя что выгодно второе на что мы обращали внимание в прошлый раз я думаю не будет лишним еще раз повториться мне кажется что я сегодня говорю чуть-чуть шире чем говорил в прошлый раз что это та же самая тема и тот же самый текст писания но я напомню об исповедании вы помните мы говорили застряли внимание на чем всякий дух который исповедует Иисуса Христа пришедшего плоти есть от Бога мы говорили о двух частях исповедания если устами помните местописание будешь исповедовать Иисуса Господом то это устами исповедовать а вторая часть исповедания это делом исповедовать то есть жить по Евангелию и мы говорили что истинное исповедание оно заключается и в правильном исповедании словом на словании писания и правильной жизни по писанию есть и где-то есть диссонанс или противостояние слова и дела это не настоящее чистое исповедание и помните я вам проводил пример как дьявол часто прикрывая свои действия Евангелием даже я не знаю я не знаком с оккультизмом я вообще не хочу с ним знакомиться но хочешь не хочешь жизнь течет и мы ставшись нет даже какая-то четвертая книга Моисеев или седьмая я не знаю какая седьмая наверное прикрывается Моисеем там есть какие-то соломоновые книги но оказывается это всего лишь белая и черная магия для того чтобы успокоить людей чтобы они не боялись обращаться к этим оккультным силам у меня аж от Бога и помните я вам рассказывал когда мне одна женщина рассказывала как за нее одна шародейка молилась она говорила так я ее спрашиваю но как она молитву от Бога как же молитву отчина читала а как она читала она говорила так бес бес сойдись в небес исцели мою болезнь во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь а что ты говорит не от Бога взяла часть чтобы прикрыть оккультные силы демоническую молитву к дьяволу ну и прикрылась во имя Отца и Святого Духа аминь ну это же не исповедание это что что шито белыми нитками как мы сегодня говорим черные да белыми нитками прожито или наоборот черные белыми а есть же гораздо более серьезные вещи когда не так просто все раскрывается не так просто все обнаруживается потом мы говорим если человек не каялся перед Господом если он не подлежит никакой церкви если говорим о церкви говорим о евангельской церкви если он ведет если даже ходит в церкву но ведет жизнь безобразную то никаком действии Духа Святого в каком исцелении мы не ведем речи у него нет полного исповедания Иисуса Христа пришедшего в оплате вы понимаете о чем я говорю это не исповедание что ты говоришь я молитву говорю а что это за молитва там вообще набор бессмысленный если сегодня разом прослушать ее находится вне церкви который ведет греховную жизнь ругается пьет и в том же самом лечит это обман дьявола я не говорю о врачах которые лечат медикаментами о хирургии и так далее я говорю о тех которые лечат нетрадиционной медицины это влияние моей воли на твою волю это влияние там какое-то проявление какой-то силы неизвестной поэтому мы однозначно говорим если это сделано не по Евангелию это не от Господа вы знаете как в Евангелии написано как надо лечиться вы наверное знаете если кто болен то что пусть делает пусть бабку позовет или кого или к деду поедет ну же говорит она же лечит но Библия прямо говорит болен ли кто из вас пусть призовут пресвестиров церкви и помолятся над ним помазавши елеем во имя Господне и что будет тогда и молитва веры исцелит болящего и еще он садил грехи просятся ему вот этот стандарт или это относится к тем кого Бог крестил Духом Святым возложит руки на больных и что будет и они будут здоровы но кто там рождет окрещенных Духом Святым 16 глава Евангелия от Марка это не просто относится к тем людям которые неизвестно чем занимаются ходят в мир никакого отношения к Библии не имеют они тоже ложат руки и тоже что-то делают какие-то делают пасы определенные движения какое-то воздействие экстрасенсорики так называют сегодня но Библия ложит конкретную границу вот это вот так а это вот так потом мы сегодня понимаем что Слово Божие является стандартом для нас вот почему мы его читаем и не один раз напоминаем друг другу как это делается по Евангелию чтобы нам не заблудиться я бы мог говорить на эту тему больше но просто напомню одну из свидетельств которые кто-то если я только хорошо помню говорил даже у нас в Барановичу как одна из сестер уже сегодня пришла к Господу когда она занималась на курсе экстрасенсорики я уже очень коротенько говорю когда она проходила около кабинета тех преподавателей которые учили именно как действовать гипнозом или экстрасенсорикой по нам услышал такой разговор когда один преподаватель говорил другому но мы говорим знаем кому мы служим но зачем мы их обманываем и нас за это ухватили как она понял что преподаватели знают кому они служат а людей студентов своих которые они обманывают что это просто природное силы это природное явление это просто действие значит какой-то энергии которая в их руках есть и так далее и так далее ну конечно за нее была война большая пошли она была держима потому что они учили как туда делать они учили медитировать они учили по-разному как входить именно в этот контакт с посусторонним миром поэтому где где есть медитация где есть именно вот такое самоусовершенствование и вы знаете откуда берется все это вы боги потому что бог у вас живет правильно Христос так и сказал что все люди будут ходить в них но он никогда не вел речи о том что мы можем сами себя усовершенствовать он сказал что я это сделаю и сделаю каким путем евангельским как написано поэтому вот эта тема на сегодняшний день она очень актуальна и важна что не всякому духу верьте но испытывайте духу от бога ли они потому что много лжепроков появилось в мире ну и так далее и так далее и так далее поэтому сегодня для нас важно знать как исцелял Христос а он сказал чтоб мы шли по следам его помните никаких маятников никаких рамок это все из одного куста ягоды те которые взращены на дьявольском обмане чтобы люди попали в щите чтобы люди попали в щите чтобы трудно было убираться оттуда а всякий дух который не исповедует Христа пришедшего воплоте не есть от Бога он это дух антихриста о котором вы слышали что он придет и теперь уже есть в мире и дети вы от Бога и победили ибо тот кто в вас больше того кто в мире вот это очень важная мысль на которой мы немножко останавливали свое внимание но нам сегодня очень важно знать и не просто знать быть уверенным в этом что у нас живет тот который больше того который у мира независимо от того в какой силе он восстает конечно же мы сегодня должны ревновать о той большой щели которая должна быть в нас чтобы тот кто живет в нас через дух святой мог проявить свое могущество а для этого надо жить свято потому что Христос могуществен но если мы огорчаем своей жизнью он просто не может проявлять себя и мы тогда говорим как почему что ну и второе конечно каждый из нас занимает свое место в служении перед Господом но в отношении победы над грехом в отношении света Евангелия через который мы не могли бы заблудиться то Бог дает каждому из нас познание и знание и силу а уже конечно и исцелять пророчество изгонять бесов это кому что дано мы уже в этом смысле снова должны тоже четко понимать эти вещи вообще там прямо написано одним дал силы чудодейственные другим дал то третьим дал то четвертым дал то каждому свое место в церкви и каждому свой труд мы еще раз повторяем в отношении победы над грехом в отношении учения в отношении ищины чтобы нам не заблудиться Бог каждому из нас дает столько чтобы мы не заблудили незамыслом от того кто ты пророк исцеляешь ли или молитвен или еще кто-то но вот этот фундамент для всех чего не должен быть ясным все даю вам власть наступать на всякую вражью силу и ничто не повредит вам конечно же то что Бог дает мы часто цитируем это место все даю вам власть но забываем что ее надо братишка то что Христос дает это одно а то что я не беру это другое вы разницу видите в моих словах почему не получается как будто не соответствие вроде Бог сказал даю но мы еще не видим как много все таки победы греха над нами почему даю потому что не взяли для того чтобы взять просите и получите стучите и будет отворено почему потому что он дал потому и получите и он не дал то никогда не получили стучи не стучи прощи не прощи если Бог не хочет дать не отдал эту меру то не возьмешь все равно я думаю вы это понимаете хорошо помните я в прошлый раз говорил когда мы каемся то мы нисколько не думаем что Бог нас не простит это настолько для нас естественно что Бог прощает что мы предупреждаем что Он должен это делать а ведь в самом деле в процессе покаяния мы каемся и когда Бог услышал наше молитву покаяния Он прощает так что то что я сказал прости это что не значит что я свободен я свободен только потому что на мое прости Господь сказал прощаю вот тогда я свободен таки в этом вопросе даю я должен сказать беру а как беру а так как написано беру молитвы если мало беру молитвы с постом если мало три дня беру двадцать три я как пример говорю я хочу взять то что Бог мне предлагает но согласитесь что если так смотреть беру то немного из нас берут вы поняли что я сказал немногие из нас берут потому что руки которые берут силу Божию это молитва и пост это молитва с постом почему у нас сегодня мало силы я неоднократно слышал ни один раз и наверное первый раз я слышал лет наверное пятнадцать или двадцать назад когда Бог сказал да говорит многие много молятся но не имеют силы потому что для того чтобы была силы нужно молитва с постом мало одной молитвы получают и знают и имеют благословение а силы часто нету и я думаю вы с этим согласны потому что не все так сделано как надо было делать я помню где-то недавно когда мы были в Минске там американцы знаете как не проповедуют американцы скажите что сосана издан из города кричите аллилуйя он будет издан я так сижу и думаю ну приеду я наверное домой барановича из белоруссии повыгоняли дьявола ни одного человека не будет а что раз его выгнали то и делает как приехал человек двадцать как специально все равно приехали потому что оттого что я что-то скажу и возьмешь дело не меняет там проповедник много давайте скажем так давайте сделаем так а Бог говорит коротко я четко лучше для этого нужна молитва с постом а не то что вы здесь делаете но Бог не говорит а что вы здесь делаете я уже себя добавляю а то что вы советуете давайте крикнем давайте топнем что хотите делаете что вы думаете на дьявола топнешь он спугается побежит да топай сколько хочешь он боится молитвы молитвы боится а криком его он не боится и вашего тоже а то что мы будем кричать он боится присутствия силы божьей и присутствия славы божьей вы помните тот несвободный человек который был в храме который тогда обнаружил когда Христос пришел туда он ходил там и никто не знал что он такой а когда появился Христос в силе Духа Святого он просто не мог скрываться он сам закрывался что тебе до нас потому что здесь была та сила которая никогда ничего общего с ним не имела поэтому просто я немножко разбиваю эту мысль четвертого сиха дети вы от Бога вы победили ибо тот кто вас больше того кто в мире просто ему надо дать быть в нас больше чем мир он больше но мы его часто ограничиваем и унижаем и он не может проявиться так каким он есть они от мира потому и говорят по-мирски и мир слушает их так что помните я вам говорил часто у нас сегодня жаргон мирской сразу можно обнаружить духовного человека и плотского они от мира потому и говорят по-мирски и мир их слушает такая простая оценка состояния христианский лексикон или блатной мирской и даже говорю потому что говорят от избытка сердца что уста говорят раз мирской жаргон блатной то и мирское сердце прямая связь если это не так нам надо переделывать Евангелие а думаю его переделывать не стоит оно очень точно все говорит они от мира потому и говорят по-мирски и поют по-мирски и играют по-мирски и общаются по-мирски тоже не от мира они в церковь ходят ну и пусть ходят но не от мира потому что говорят по-мирски и образ мышления мирской и все мирское оно в церковь ходит и пусть ходит и можно так сто лет ходить но быть мирским Такое простое определение, чтобы показать состояние человека духовное Еще раз слушайте Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их Мы от Бога, знаем, что Бог слушает нас Кто не от Бога, тот не слушает нас Почему-то узнаем духа истины и духа заблуждения Я обратил внимание в прошлый раз, когда читал этот стих Именно как мы узнаем духа заблуждения Который пользуется устами человека Опять-таки надо знать Писание Писание, если его знать так, как должно знать Можно проверить очень многое Мы от Бога, знаем, что Бог слушает нас Кто не от Бога, тот не слушает нас Он не принимает тщения, не принимает слова И мы видим, что это дух мира Независимо от того, какой стаж у человека Ну, от мира Мир имеет часть в нем Почему-то узнаем духа истины и духа заблуждения Возлюбленные, будем любить друг друга Потому что любовь от Бога И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога Мы об этом рассуждали в прошлый раз Кто не любит, тот не познал Бога Потому что Бог есть любовь Любовь Божия к нам открылась в том Что Бог послал в мир Единородного Сына Своего Чтобы мы получили жизнь через Него В чем сущность любви? Мы сегодня не всегда понимаем Как действует любовь Любовь Божия К нам открылась в том Что Бог послал в мир Не забрал из мира А послал в мир Мы же когда требуем любви Мы требуем чьей-то отдачи, да? Почему он мне то не сделал Почему он мне то не сделал А истинную любовь Она хочет сама отдать И вот тоже Это параметры евангельские Любовь Божия К нам Открылась в том Что Бог послал в мир Единородного Сына Своего Чтобы мы получили жизнь через Него А уже когда получили жизнь Это любовь Божия Произвела в нас Ответную любовь к Богу Так что настоящая любовь Она очень интересно действует Она покрывает кого-то И это любовью Вызывает ответную любовь И если же человек хочет какую-то любовь получить Каким-то насилием Или страхом Это не тот путь Вот любовь Божия Делает совсем по-другому Она не требует А дает И она настолько велика Что она покрывает Недостатки человека Ее еще хватает для того Чтобы наполнить своей частью Человек стал любить В том любовь Что не мы возлюбили Бога Но Он возлюбил нас Вот смотрите как интересно написано У нас же не бывает так Мы наоборот Требуем от кого-то Здесь наоборот Настоящая любовь В том что не мы возлюбили Бога Но Он возлюбил нас И послал Сына Своего Умилостивление за грехи наши Вот настоящая любовь Она любит ни за что Ни за что лучше сказать Мы допустим любим У нас Но мы как-то у своих глазах Рисуем За что можно любить Но Бог говорит Это не любовь Это уважение Ну назовите как-то по-другому еще Настоящая любовь Она любит ни за что Возлюбил нас тогда Когда мы были кем? Грешниками И здесь даже нельзя сказать Ни за что Здесь наоборот Что-то отталкивающее было Но любовь Продолжала любить Вы знаете почему Бог это говорит? Он хочет Чтобы мы так любили Чтобы мы помогли Тем людям В которых мы Что-то отталкивающее Освободиться От него И Наполнить Любовью Божией К другим Потому что Без любви Этого сделать Невозможно И здесь Просто по-человечески Но Нельзя как-то Аргументировать Свое отношение К человеку Если он тебе Зло делает Ну Как-то человек Не знает Насставание Что ему Тоже делать Добро Когда он Не зло делает Только Насставание Любви Больше Больше ни Насставание Ничего Нет По справедливости Так не сделаешь Радость Доставлять Зло Тоже Нет А вот Любовь Это единственное Такое Состояние Или чувство Или положение В котором Можно За зло Платить Добром Мы Наверное Сегодня Находимся На том уровне Что за зло Просто не платим Злом Скорее всего Это наш Сегодняшний Уровень Но я Полагаю Что есть Те люди Которые За зло Платят Добром Это уже По любви Это трудно Это нелегко Сделать Но если мы Хотим Завоевать Для себя Человека Допустим Пастор Для церкви Жена Мужа 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 Это можно Сделать Только Любовью Другого пути Просто Напросто Нет Иначе Вы можете Разорвать Отношения Можете Жить Поодиночке Но вы Тогда Не Прибрали Друг Друга Вы Остались Далекими Друг От друга Цель Любви Приобрести Вы Помните Место Писания Кто Не Собирает Со Мною Тот Что Делает Там Даже И речи Не идет О том Что Есть Что Среднее Если Не Приобретаешь Значит Тираешь Как Я Тираю Я Ничего Не Тираю Что Та Рядом Но Не Приобретаешь Вот Поэтому Иоанн Так Говорит О Любви Конечно Хотелось Бы Не Говорить О Любви О Любви Так Как Надо Но Если У нас Не Хватает Вот Именно Такой Любви Глубокой То Все Так Сначала Надо Говорить Потому Что Разум Идет Впереди Мы Все Воспринимаем Разумом Сначала И Потом Вкладываем В Сердце Чтобы Начать Исполнять То Что Гласит Для нас Слово Божие И Единственный Стих Очень Интересный Возлюбленные Если Так Возлюбил Нас Бог То И Мы Должны Любить Друг Друг Человек Писание Мы Введение Видим Бога Ркак Его Никто Никто Никогда Не Видел И Видеть Не Может Я Должен Для того Чтобы Не Было Каких-то Разномыслей Сказать Вот о чем Что Мы Видим Бога Таким Каким Он Нам Показывается Каким Он Нам Себя Представляет Сам А Таким Каким Он Есть Никто Никогда Его Не Видел И Видеть Не Может Потому Что Он Не Похож Ни На Что Что Мы Сегодня Можем Знать Мы И Некоторые Качества Бог Создал Нас По Подобию Своему Мы Можем Любить У Нас Есть Свободная Воля Можем Отвергать У Нас Есть Разум Но Это Совершенно Не Говорит О том Что Он Похож На Наш Его Две Руки Две Ноги Два Глаза Похож На Наш Фигуры И так Далее Поэтому Он Ни На Кого Никогда И Нигде Не Похож Поэтому Люди Его Видели Древние В Библии Таким Мы Сегодня Видим Его Таким Каким Он Нам Показывается А Какой Он Есть Единственное Кто Его Видел Кто Иисус Христос Это Единственная Личность Которая Сказала Сам Себе Что Я Существовал В Его Недре И Я Видел Его Потому Что Он Есть Бог Он Есть Его Слово Все Творения В том Числе И Ангелы Они Никогда Не Видели Бога И Все Они Это Опять Я Повтораю Потому Что Сегодня Есть Рождественное Учение И Не Все Вы Приходите Регулярно От Того Что Работаете Я Опять Повтораю И Еще Раз И Еще Раз Что Все Небо Име Дело С Иисусом Христом Со Словом Божиим Отец Всегда Остается Закадом Его Никто Никогда Не Видел И Видеть Не Может Кроме Иисуса Христа Потому Что Он Есть Его Единородный Сын А Почему Когда Филипп Просил Значит Иисус Покажи Нам Отца Он Сказал Так Кто Видел Меня Тот Видел Отца Потому Что Он Себя Полностью Воплотил В своем Сыне И Как Бога Во Плоти То Кто Видел Иисуса Христа Тот Видел И Отца Кто Соприкасался С Мудростью Христовой То Он Соприкасался С Мудростью Отца Кто Имел Дело С 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 Я не Один раз Вам Напоминал Что Те Ангелы Которые Находятся Перед Престолом Божиим Это 6 Глава Исаии, которые поют «Свят, свят, свят Господь Савов». Они его лица не видят. Они закрывают свои лица крыльями. Потому что их слава и слава Христа настолько разница, что они просто-напросто не могут эту славу созерцать. Они закрывают лица свои и только что они делают, это вызывают «Свят, свят, свят Господь Савов и вся земля полна славы Его». И кому Бог предназначил лицо Христа? Это верующим людям, которые омыты кровью Христа, которым прошли грехи и которыми Бог или Иисус Христос отдал свою стопроцентную праведность. А у нас написано, что будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Все остальное творение они никогда не смогут видеть лица Иисуса Христа. Чем более Бога Отца. Просто я немножко остановился вот на этой мысли, чтобы еще раз для кого-то вот это вложить в сердце. Потому что, когда читаете, то вы найдете, что нечто недоборазумительное. Видел Бога и видеть нельзя. И вот похоже вот на это и на это был. И что тут думать? Поэтому Бог нам открываться так, как считает нужным открыться. Вот почему и пророки иногда видят чуть-чуть по-разному. А другие сомневаются. Говорят, как так? Я видел так, а он так не может быть такого. Я говорю, точно знаю, что я видел Христа. И сомнений нету. Но он не совсем так, как у него. Значит, неправильно. Это не аргумент, что неправильно. 13 стих. Что мы пребываем в нем и он в нас узнаем из того, что он дал нам от Духа Своего. Что ж он дал нам от Духа Своего? Во-первых, когда мы покаялись, это произвел Дух Святой в нашем сердце. И перемена нашего характера или любовь наша, она сформирована от источника Духа Святого. Это все от Духа Святого. Он приносит в нашу жизнь характер Божий и требования Божьи. И второе, что он дал нам? Он дал нам залог Духа. То есть частицу Духа Своего Святого. И поэтому мы узнаем, что мы пребываем в Нем и Он в нас. Узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Хотя, если углубиться в этот стих глубже, то речь идет пребывать в любви, пребывать в Слове Божьем. То есть жить и исполнять Слово Божье. Вы хорошо знаете, что есть люди крещенные Духом Святым, но это настолько плотские люди, они хуже, чем некрещенные. Потому что они угостили Его. Они не слушают этот Дух Святой. И Он живет в них в сердце как в тюрьме. Потому если даже они крещены, если крещены Духом Святым, это не значит, что еще пребывает в Нем. пребывать в Нем, это жить по Духу, жить по Слову. И хотел бы, чтобы вы запомнили раз и навсегда, чем или кто является духовным. Все мы хотим быть духовными, да? И для нас оскорбление, когда нам скажут, ты плотской. Ну у многих нет здравого понятия, что такое духовный человек. Я слышал не один раз, говорю, как я не духовный, я крещен Духом Святым. Это хорошо, что крещен Духом Святым, но если живешь по плоти, то самое настоящее плотской. Дарим это не значит, что духовный. Коринфяне Павел им сказал, и это была правда, потому что это в Библии написано, вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Но я с вами говорить не могу, плотские. Поэтому духовный человек тот, который живет по Духу, который исполняет Слово Божие. Если вы имеете неизвестно, какие дары, но еще живете по плоти, то никакие вы не духовные, и я в том числе. Духовный человек, это человек, который живет по Духу, который не поступает по плоти, который на первом плане стоит духовное, который исполняет Слово Божие, это духовный человек. Потому что, почему я говорю, кто исполняет Слово Божие? Потому что Слово Божие, это есть Дух. А наше есть плоть, независимо от того, в какой сфере это проявляется. Вы помните местописание? Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от Духа есть Дух. Какой сферы жизни я тут относился? К любой. Родились от Духа, если это ваши отношения в семье христианские, есть Дух. Если вы по плоти что-то подпринимаете, то плоть есть плоть. Веду я служение по Слову Божию. Если от Духа пришло мое решение, что будем делать так, будем делать так, будем делать так, то рожденные от Духа есть Дух. Но если я по плоти предварю, самое оригинальное, самое мощное, самое сильное, то все равно рожденные от плоти есть плоть. И никуда не вырвешься из этого закона. Рожденные от Духа есть Дух, а рожденные от плоти есть плоть. И все. Что мы прибавим в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Две стороны рассмотрели. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем в Миру. Это вот свидетельство Евангелия. Самое главное свидетельство, самая главная мысль, центральная мысль, что Отец Небесный послал Своего Сына, чтобы Он был Спасителем мира. А дальше все остальное вокруг этого вращается. Если мы забудем эту мысль, это будет неполноценное учение, это будет неполноценное сознание, неполноценное рассуждение. Кто исповедует, 15 стих, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И опять исповедание, не забывайте, оно состоит из двух частей. Это верно говорим как учение, и живем так, как в этом учении сказано. Если это это так, значит, мы исповедуем, что Иисус есть Сын Божий. Если что-то не так, значит, опять мы имеем дело с плотью и с дьяволом. Мне приходилось смотреть некоторые вопросы, некоторые учения, сегодняшние. там Иисус выступает к один из учителей. И вы знаете, и там сразу сквозит плоть. Плотское. И рассуждения идут плотские. Потому что если Он не Сын Божий, если Он не единственный спаситель от греха, там не может быть духовного. Там может быть плотское. Вы скажете, ну а как с демоническим миром, тогда дело в том, что Библия все это относится к плоти. Дела плоти известны. Помните? Вражда, блуд, прелюбодеяние, волшебство, ссоры и зависть. Все это относится к плоти. Почему? Мы еще не привыкли, к плоти есть плоть, а духовный мир все-таки это духовный мир. Но вы согласны, что духовный мир демонический это духи. Но все дело в том, что они стоят на стороне плоти, на стороне погибели. Поэтому Бог говорит, что это плоть. И волшебство это к делам плоти относится. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает Боге, и Бог в нем. Знаете, что ни стих, то любовь, любовь, любовь. Чтобы мы не заблуждались сами и не вводили в заблуждение других в отношении вопроса, когда мы пребываем в Боге. И я на своем послании недаром его назвали апостолом любви. Он все сводит к любви. Если пребываем в любви, пребываем в Боге. Если пребываем в большом знании, если знаем Библию на память, если у нас почти все дары есть, и они действующие, но нет любви, значит не в Боге. Но я сразу делаю оговорку, что любовь в нас тоже растет. И мы разного духовного возраста. Поэтому здесь уже просто мы делаем оговорку в ту меру, насколько позволяет нам сегодня наш духовный возраст. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Посмотрите, какая связь. Если мы пребываем в любви, то пребываем в Боге, и Бог в нас. Если мы не пребываем в любви, то и Бог не может в нас пребывать. Закольцовано. Одно с другим. Помните еще одно местописание? Когда трог выступил, кажется, на встречу Иосифату говорил, Господь с вами, когда вы с ним. Мы бы хотели, чтобы он был с нами всегда. С ним мы не с ним, а он чтобы был с нами. Но Библия говорит, когда вы с ним, тогда он с вами. Если вы оставите его, он оставит вас. В отношении любить нас и спасти нас, его инициатива, а оставить его, это наше уже. Еще раз повторю эту мысль, чтобы спасти нас, чтобы любить нас, его инициатива, а чтобы оставить его, это уже наше. Он никогда не оставит нас, если мы не оставим его. Но это оставить надо понимать, не просто сказать ему, что я больше не хочу с тобой иметь, просто надо грешить. если мы грешим, дальше мы отвернулись от него. Вы помните такое выражение Священного Писания, где центральное место греху уделено. Говорит, вы были мертвые по грехам и преступлениям. И это очень важное пояснение, потому что мертвы мы не были полностью. Мы ходили по земле, мы рассуждали, мы работали, создавали семьи, растили детей, делали что-то. Мы не были просто мертвы, вот как люди мертвы, которые умерли и дух ушел из нет. А по грехам преступлениям были мертвы. На нас были наши поступления непрощенные, потому что мы прощения не просили. Грехи были неомыты кровью Христа, не были истреблены, и потому Бог с нами не мог иметь никакого дела. мы его не могли слышать, потому что мы были мертвы для него. Так и здесь. Именно как раз переходим с одного текста в другой, потому что они все взаимно связаны. Любовь, 17 стих, до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, а потому что поступаем в мир, как он. Вот ответ, почему мы часто не имеем дерзновения к Богу, потому что не поступаем в этом мире, как поступает он. Может быть, не можем, может быть, не знаем, может быть, не замечаем чего-то, но как бы мы не отвечали, ответ может быть один. на вопрос, почему я, почему мы не имеем дерзновения к Богу, то есть просим, но не имеем вера, сомневаемся, даст он нам ответ или нет, по той простой причине, что не поступаем в мир ищем, как поступает он. То есть лежит вся жизнь вины. И есть что-то, что стоит между нами и Богом. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Но любовь же есть исполнение закона, вы помните? Как любить Бога? Исполнять Его заповеди. Просто так любить Его, как мы любим людей, мы не можем, потому что мы Его не видим. А вот любовь проявляется в том, что поступаем в этом мире так, Он. Если любите меня, то что сделаете? Говорите Иисус, я люблю тебя, да, и всего. Но это тоже надо, наверное, говорить. Или петь, целый час я люблю тебя. Да, все надо, но поступать так, как Он. А то, что говоришь и поешь, а делаешь лишь бы что-то, тоже не любовь. Это просто обманываешь там себя и других. Здесь прямой ответ. Еще раз, этот стих важный для нас. может быть, для нас сегодня мы не видим той глубины, которой вполне возможно, и я ее не вижу. Но даже то, что лежит на поверхности, оно очень важно, чтобы еще раз повторить его. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Здесь даже не идет речь о нашей повседневной жизни, а тогда, когда Бог будет судить. В день суда. А в день суда, знаете, что? Рассматривается жизнь, за что суд совершается. Вот любовь до того совершенства достигает, что одни грехи были прошены и покрыты, а других не было, потому что поступали по любви. Любовь охватила сердце, и просто человек не мог жить, потому что он любил. Человек, который любит, то просто-напросто очень намного не обращает внимания. Просто покрывают и все, потому что не хотят портить отношения. Но так часто бывает до брака. А когда уже вступили в брак, там говорят по-другому. Не знаю, говорят, вообще очень хорошая невеста, почему плохие жены бывают, да? Это наше несовершенство своего рода. Но вот когда Божья любовь охватывает, такой человек не будет отвечать ни на обиды, ни на что. он просто-напросто как все равно у моря огромное тонет и все. Просто его нужды на это нет. Его нет нужды отвечать на все это. единственное, что такое человек делает, внимательно наблюдает, чтобы в самом деле вот те обвинения или те претензии, которые к нему подъявляют, не были в самом деле претензиями основательными. Вот за этим наблюдает, остальное его просто не касается. Просто не касается. Он не хочет грешить. Но что делать? Мстить? Так Библия же говорит, не мстите за себя, отдайте место кому? Гнигу Божию. Потому что вы так не сможете защитить, как Бог защитит. И человек, который любит, он старается и Бога не горчить. Я говорю, Господи, разбирайся, ты с ней и с ним сам. Что мне делать? Я все ножки не знаю. Почему он так сделал? Почему он так сделал? Кто его знает? Может это совершенно нечаянно получилось? Я буду строить целые огромные теории в отношении события. Господи, разбирайся. И 18 стих тоже очень важный. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх. Речь не идет, что страха вообще не существует. И иначе не стояло бы слово изгоняет. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. А потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Вот неожиданный поворот, да? Почему мы боимся? Потому что не обладаем совершенной любовью к Богу. Но я опять подчеркиваю, речь не идет о том, что страхом вообще нет места, а не есть. И помните, даже Павел говорил, когда мы пришли в Македонию, то мы были исчезаны отсюда. И плод наше не имело никакого покоя. Извне нападение, внутри страхи. Но Бог утешает, миренны утешил нас прибытием чита, не только нас, самих, ну и там далее написано. Поэтому совершенную любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. И правильно, если взять одну сторону, совершенная любовь к Богу, что она будет означать? что больше всего люблю Бога, хочу быть с Ним, и чем скорее, тем лучше, и тогда никакого страха. Потому что ему просто нет места. Это совершенно любовь изгоняет страх. Но когда мы имеем дело с Господом, и любим Бога, и любим что-то в жизни, и любим что-то, тогда нам страшно потерять жизнь. Потому что не можем полностью довериться Богу, несовершенную любовь к Богу. Вы скажете, ну как так можно, и как так можно жить? Значит, на первый взгляд, это кажется невозможным и даже вредным. Ну как это так? Одного Бога любить. Но знаете, в чем заключается смысл? Когда мы любим Бога вот так сильно, то, чтобы не огорчать Его, мы никогда не будем огорчать рядом с нами ходящего. И для него будет очень хорошо. Вы поняли мою мысль? Если мы его так любим, то готовы тут же отойти к нему. Мы будем защищать наших братьев. Не будем бояться, что нас убьют. Какая нам разница? Но если мы боимся за свою жизнь, не любим Бога так, как надо, то будем бояться, буду я защищать брата Луку, там кто-то напал, то и меня могут убить. Я уже буду думать защищать его или не защищать. Вы меня поняли, что я говорю? Но если мне без разницы, если люблю Господа, готов сегодня отправиться туда, то я не буду думать убить меня. какая разница? Потом получается вот этих рассуждениях, если мы любим Бога совершенной любовью, то в чем хорошо и нам хорошо? Но если мы отдали часть нашей любви, человеку забрали от Бога, тогда и человеку плохо, и нам плохо, и Богу плохо, и нам плохо. Вот уже Бог говорит, совершенной любовь изгоняет всякий страх. И Бог не один раз говорил, помните, когда случались конфликты между людьми, он говорил так, вы не имеете в себе любви к Богу. Это вот такая общая фраза. Это крыша, на под этой крышей множество заповедей, которые люди нарушают, потому что не имеют полной любви к Богу. И поэтому вот это очень важно знать. Будем любить Его, потому что Он прежде больше любил нас. Опять таки, обращается внимание, почему мы должны любить Его. Потому что Он прежде возлюбил нас. Возлюбил нас такими, какими нас никто не видел, кроме Него. Плохими я имею в виду. Потому что все мы друг перед другом вообще-то не плохие люди. И некоторые даже могут заявлять, а в чем мне кается, я ничего плохого не сделал или не сделала. Но когда смотрит это глазами Божьими, то Он видит все. Если можем считать, мы не совсем плохие, почему? Потому что не все знают, какие мы. То уже Бог возлюбил нас, знают все о нас. И не только прошлое, и не только настоящее, но просматривая природ, видел, какие мы будем, и все равно возлюбил. А вы вспомните, сколько вы еще грехов и я сделали после покаяния. И Он же нас любил не потому, что не знал, какие мы будем, Он знал, какие мы будем. И знает это настолько точно, как будто время прошло, мы уже сделали, но тем не мир возлюбил нас. Библия говорит, будем любить, потому что Он прежде нас возлюбил. Он знает нашу жизнь, когда мы родились, и знает, когда мы умрем. И возлюбил нас такими вот, знающи полноту, всего, что мы сделаем. Поэтому я просто говорю для тех, кто может быть разочаровался и думает, что и Бог разочаровался во мне, и Бог ничего не сделает, Бог хорошо знал, каким ты и каким я буду. Для Него не может быть это скрыто, потому что Он существует вне времени. У Него нет прошлого, у Него нет будущего, у Него есть Я Я существую. Для нас есть время прошлое, есть настоящее и есть будущее. У Бога Я есть. То есть Я существую, Я настоящий. Конечно, нам очень трудно понять, почему Бог так все знает. Я не раз эту мысль подчеркивал, но это так. И этого, наверное, нам никогда и не понять. Дал нам свободную волю, мы можем делать, мы можем не делать. Вроде бы от нас многое зависит, это правда, а уже как Он знает, что мы делаем и как? Это уже трудно нам понять и трудно уместить, но это Божья истина, такая же сильная, как и то, что Иисус Христос есть Божий Сын. И мы не раз на эту тему говорили, я еще раз повторю, что Бог знает все о вас, и прошлое знает, и настоящее, и знает будущее. Меня особенно поражает что, что когда Он избрал Иуду апостолом, Он же знал, кто Он будет, предсказал наперед, хотя это не были планы Божьи, Он просто использовал ту обстановку, в которой он видел, что она будет. И настолько знал, что Иуда предаст Христа, откажется от него, что даже в самый последний момент, когда уже Иисус арестован был, помните, еще через жену Пилата, предупреждал Пилата, ничего не делая этому праведнику, помните? Это он же сам против себя работал, по сути дела. Написал в Писании, что будет так, а сам предупреждать не делай. Но он знал, что Пилат все равно не послушает. Он видел это. И Христос до последнего мгновения, он старался достигнуть дощерца Иуды. Помните, даже когда брали, говорят, друг, для чего ты пришел? Друг, для чего пришел? Знаете, это было время, чтобы еще изменить свое намерение. Он не сказал, предатель, ты такой, такой, ты ел вместе со мной, мой хлеб, ты теперь пришел меня взять, убить? Он говорит, друг, зачем ты пришел? Он еще мог сказать, что не за этим пришел. Потому знание Божие очень твердое, оно очень удивительное, оно нам непонятное, но это и хорошо, что он так знает все. Вы знаете, почему? Потому что, что бы ни случилось с нами в нашей жизни, он наперед может приготовить нам избавление. И он не тогда решает наши проблемы, когда они возникают у нас. Он их решил уже давно. Но все дело в том, что мы бываем в таком состоянии, когда просто-напросто нет смысла нам помогать в этом. Надо нас довести до кондиции определенной, до определенного стандарта, выжать все то, что положено, вытрахнуть то, что не надо, и после уже помочь. Поэтому иногда длится время избавления. Мы просим, просим, а Бог как будто и не слушает. Вы знаете, он не слушает не потому, что не хочет, а потому, что нет смысла. Вот такой простой пример. Я уже скоро буду кончать, потому что уже где-то без пятнадцати. напомню, когда однажды где-то, я помню где, просто я не говорю где-то говорю, и потому, что не помню где. Значит, было сказано так о некоторых людях, что они приходят молиться, молиться за освобождение, а потом идут и опять делают то же самое. Потом опять приходят и опять просят. А там нет смысла их освобождать. И делают они не то, почему дьявол их тянет, этот дух, а другое, что могли не делать, делают. И покуда человек не станет на определенной рельсе, не возьмет себя в руки там, где он может в какой смысле его освобождать. Правда, я молюсь за всех, но Господь прямо сказал, когда ты видишь, кого надо освободить, я и видел такое, когда одна молитва, люди пошли свободными. А другая просто говорит, ты тираешь силу, и они тирают силу, но ничего не будет. Помолился, отправляй домой. Вообще будут молиться, решать свои проблемы. мы поэтому вот с этой точки зрения мы всегда должны быть уверены в том, что Бога надо любить в любой обстановке. Если даже нам кажется, что можно было с нами поступить совсем по-другому, почему Бог с нами так поступает. Библия говорит, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот, кто лжец. Ну, как оно неприятно, если бы кто-нибудь сказал бы мне, брать говорит, ты лжец. Но Библия вот тут так говорит. Кто говорит, я люблю Бога? А мы вообще, наверное, говорим, я люблю Бога, да? Кто найдет такой глупый, ходит соврать, буду говорить, я Бога не люблю. Но Бог говорит так, а брата своего ненавидит, вот тот, кто лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Какого брата? Который его любит, который его не любит и ненавидит. Если помните Евангелие от Матфея, если вы любите тех, кто любит вас, то какая польза? Не так ли поступают и язычники? Или делайте добро тому, кто вам делает добро? Что вы особенного делаете? Так же вообще делают. А вот если ты любишь Бога, и в самом деле любовь Божия пребывает в сердце, тогда любишь Бога, должен любить и брата своего. Я думаю, мы теперь будем молиться. Бога,